Друзья, всем привет. Начинаем блог. Я иду к маме. Приехала сегодня иду к косметологу. Маме взяла даже пакет, не могла найти, взяла такую страшку. Смоющую для посуды. Купальник ее, скорый размер, который я заказывала. И не накрашена я сегодня, потому что иду к косметологу. Посмотрим, что она мне скажет, как подсушит. Надеюсь, разрешит снимать. Буду снимать. Хочу позадавать вопрос вообще по поводу массы, как улучшить, чтобы из-за маски не было таких проблем, если это из-за маски. Я решила пройтись пешком от Комфорт Тауна. Здесь недалеко, кстати, очень удобное расположение косметолога. Честно вам признаюсь, мне очень стыдно показывать ей свою ситуацию на лице. Но, так как она профессионал, думаю, поймет. Конечно, я, блин, руки тянулись тоже в чем-то виновата. Но, надеюсь, уже скоро все пройдет. Здесь ЖК Мега-Сити. Вот сейчас будем искать чистой корпус. Красиво так. Это Катя, познакомьтесь. Сегодня будет меня спасать. Вот, задам потом вопросы. Девочки в Инстаграме поспрашивали. Мы потом поотвечаем. Катя поотвечает, точнее. Ну, а сейчас займемся моей проблемой, которую мне реально стыдно показывать. Мне можно. Можно. Нужно даже. Это ты уже подавила. Да, это уже корочка. Уже воспаление прошло, только сухое осталось, и корочка исходит. Но в то же время высыпания у меня не так, чтобы часто. Просто я их просто беру и деру. Вот. Это вот проблема. Это проблема, и это как бы никто тебе не поможет, если ты сама себя не можешь сдержать. Понимаешь? Это ничего тут. А по поводу Карпаты, мне Ира говорила, менеджер, что ты в Карпаты ездила. Это если ты куда-то уезжаешь, и тебя начинают сыпать еще больше, это связано или питание, или климат. Да, потому что мы там оторвались по шашлыкам, это жирное, все, сыр этот их. То есть возвращаешься к нормальному питанию, оно будет проходить. Ну, то есть желательно к здоровому. Если до этого было здоровое питание, то к нему. Если не было, то желательно перейти на хорошее питание. Ну, в основном у меня рагу, такое. Рагу, каши какие-то. Я даже вермишели редко ем. То есть такой рис, в основном гречка. Еще сладенькое немножко хочется, таки. Но сладенькое. Ну, вот сладкое, это самое, там, номер один. Обычно сладкое, а потом в втором месте молочка, что провоцирует высыпание. Я стараюсь. Молочка вообще я не люблю, я не молочная душа. Ну, вот кофе с молоком. Ну, вообще, ты нарушитель. Ну, ты нормальная. Я знаю, но, блин, все равно это делаешь. Да, мы все такие, да, девчонки в основном. Так, сейчас мне нанесли средство специальное, чтобы раскрыть поры. И мне будут делать чистку лица. Потом масочку специальную, такую успокаивающую, да. И потом еще с витамином А маску поработать с порами. Угу. С содержимым. Сейчас уже снимают пленочку. Такие приятные, теплые ощущения под ней были. Девочки, держите руки при себе, не так, как я. Вот. И обращайтесь к специалистам, потому что, ну, это не дело. Можно реально подозревать все, что угодно. И питание плохое, и гормоны, и полотенце отельное, и бассейн. Уже вот подумали. Но все равно нужно выяснить. Я думаю, на гормоны тоже сдавать. И есть правильно. Сладенькое сейчас я отставлю. Кофе с молоком отставлю. Вот. Ну, а сейчас уже чисточку сделает Катя. Буду приличнее выглядеть. Ну, и как-то появляться в кадре без макияжа не очень хочется. И красивее. Хотя бы тон, чтобы ровный. Потому что маски не всегда скусают. Вот девочки мне уже чистят щечки, лобик уже почистили. Вот так это все происходит. Механическая, да, чистка называется? Или как оно? Да, это механическая чистка. Это мануальная, ну, ручная. Вместе с инструментом. Угу. Ну, девчоночки, не знаю, как выглядит мое лицо сейчас. Но я такое какое-то облегчение чувствую. Вот мне легче стало. Поочищали. Это у меня психологически оно. Вот почему я ей давлю прыщи. То, что нельзя делать. Сейчас наносят мне маску. Очень приятно пахнет чайным деревом. Тут еще травы есть. Она будет успокаивать мои покраснения после чистки. Ну, и завтра, конечно же, покажусь, как моя кожа отреагировала спустя сутки. Макияж нельзя наносить. Это попозже уже расскажу вам, что мне порекомендовали. Так, девчонки, есть вопросы в инстаграме. Я попросила, чтобы, ну, что кого интересует, чтобы задавали вопросы. Поэтому Катя сегодня ответит. Сейчас по порядку. Первый вопрос. Посоветуйте домашний уход, пожалуйста. Ну, это такой вопрос чисто для определенного, да, типа кожи, определенный уход. Ну, а в общем можно? Да, я просто расскажу, что вот на такой вопрос ответить невозможно, потому что мне нужно знать тип и состояние кожи. Даже если бы человек написал, посоветуйте что-то для жирной кожи, нужно определить, это жирная с высыпаниями или просто жирная. Это жирная, чувствительная, жирная, безвожная. То есть очень много параметров, которые нужно учесть, прежде чем подобрать домашний уход. И когда ты его подбираешь, еще там целый список вопросов, и желательно еще выслать фотографию хорошего качества, и тогда можно подобрать действительно правильный уход. Ну, я думаю, лучше уже прийти, чтобы вот так вот вживую посмотреть, правильно? Вживую лучше всего, да. Да, поэтому девочки, если... Это лучше всего, консультация, да? Да. Можете на консультацию даже вот Катя прийти, и она подберет вам уход, по крайней мере, она посмотрит в вашу кожу и скажет, что вам нужно или от чего отказаться. Я пока маска действует, 20 минут нужно, как раз запишем вам ответы на вопросы. Стоп Демодекс из аптеки может помочь при акне? Ну, я больше доверяю профессиональной косметике, а не аптечной, потому что в профессиональной косметике есть много активных веществ в составе, которые с кожей работают. Стоп Демодекс, я когда-то пробовала, еще до того, как я работала косметологом, там, задолго до, мне не помогло. Но вот так... Первый раз слушаю честно об этом. Это косметика, там целый набор, там идут и маски, и крема, и какие-то присушки, я знаю, я знаю. Так, следующее. Как лечить пятна после прыщей? Ничего не помогает девочке. Это пилинги. Кому-то могут помочь поверхностные пилинги, но бывают такие действительно пятна устойчивые. Возможно, нужно, если она пробовала поверхностные пилинги, возможно, есть смысл перейти на срединные, потому что тогда отшелушивание более глубокое, и получается, что вот эти слои, которые уже с меланином, с пятнами, они просто отшелушиваются, нарастает новая кожа. Привет, привет. Какая процедура реально помогает сузить поры в Т-зоне? Вот есть какая-то определенная у тебя, допустим, процедура, которая... Нельзя просто взять их и сузить. Если поры есть, это врожденные, это генетические. Вот поры, они есть, их не уберешь просто, и не добавишь на лицо, как бы. Сузить их можно только, если поработать с выработкой кожного сала. То есть это могут быть уходовые процедуры для жирной или проблемной кожи, это могут быть пилинги очень хорошо работать, и тоже чистки работают. То есть с кожным салом работаем, его становится меньше на лице, то есть кожное сало не распирает его, его меньше становится, и поры сужаются. Но за одну процедуру, конечно, это невозможно. То есть нужно поработать с выработкой сала. И со временем, да, станут уже новыми. Сейчас очень много, ну, очень много именно косметических продуктов, которые делают акцент на то, что регулируем выработку себу. Есть. Да, но это очень длительный процесс, то есть это невозможно сделать за одну процедуру. Это курс. Белые подкожные прыщи можно ли убрать только у косметолога? Или можно дома, самой? Нет, конечно. Пожалуйста, девочки, не надо трогать лицо руками, я вас очень прошу. Не делайте, как я, нельзя. Нужно, если их здесь намного на лице, нужно выявить причину, откуда они появляются, почему их так много. То есть если вот эта, например, зона, да, очень сильно там много, то, скорее всего, это нужно проверить гормоны, это сходить к гинекологу-эндокринологу, посмотреть, что здесь. Если вот эти зоны, часто это желудочно-кишечный тракт, то есть нужно выявить причину. Если не разобраться с первоисточником появления этих подкожных или неподкожных прыщей, то они будут вылазить всё равно. Да, чистками можно почистить, но это работа с двух сторон, внешней и внутренней. Если прыщик выскочил, то нужно также обращать внимание на то, чем вы питаетесь, что у вас болит, там, желудок, не желудок, это важно. И не давить. Не давить. Какие противопоказания чистки? Есть противопоказания в чистке лица? Да, да, конечно, есть. Бывает, когда на коже очень много воспалённых элементов, то есть полностью. Бывает, что эти элементы уже там в узлы превратились, то есть это такие вот, как они, ну, как гули, можно так назвать. А есть пустулы и папулы. Пустулы — это, как мы в народе называем прыщи, это когда есть полость, внутри есть. А папулы — это такое возвышение, и ты его сколько ни дави, это бессмысленно, потому что там нету вот этого нынешнего такого содержимого, его там просто нет, его нет смысла. То есть нет смысла, например? Да, да. Если нужно выждать, либо он сам пройдёт, уйдёт, либо он, либо сформируется эта полость, и тогда это уже, как в народе прыщ называется, и можно его вскрывать. Вот. То есть если там несколько на лице есть, это не страшно, это косметолог работает. А я говорю, вот про такие узлы прямо, вот лицо смотришь, и так немножко страшно становится. Это уже косметолог не поработает. Это нужно идти к дерматологу, и это противопоказание иногда к чистке, потому что мы не знаем, в чём там проблема. Лучше не трогать. Потом это разные там ОРВИ, там заболевания, которые, то есть если человек, если температура, если плохо стало, лучше не идти, потому что организм, он работает на то, чтобы полечить его. Если там подавить, может просто вторично посыпать, потому что организму не до этого. Герпес противопоказания в любом случае однозначно. Ну вот если уже подсох, в принципе, через несколько дней можно. Если вот в активной стадии, лучше не надо, потому что ещё больше вылезет. А менструация, она влияет как-то вот? Тоже не надо идти, да? Нет, хороший вопрос. По поводу менструации можно идти, но болевые ощущения. Если сразу перед или во время, это больнее. Если вы чувствительны к боли, вот низкий порог боли, то, конечно, лучше прийти после, а лучше всего в середине цикла высчитать, и тогда менее болезненно. Когда менструация бывает высыпает, обсыпает лицо, вот, если пойти, оно не увеличится, количество прыщей? Бывает такое, если сразу перед месячными влезти, и если есть вот эта склонность к подсыпаниям перед месячными, ну, я не вижу просто в этом смысла, потому что ты чистишь, а гормоны всё равно там можно стать весомой, да, то оно может просто, ну, там же не подсыпет, может быть, больше не появится, но всё равно где-то ещё вылезет там, ну, чисто гормонально, то, как бы, лучше, конечно, после. Такое средство, как тоник, он обязателен в ежедневном уходе? Да, да, тоник обязателен. Утром и вечером. Утром и вечером, я могу рассказать, почему, есть время. Да, конечно, без проблем. Да, я знаю, что многие исключают тоник из ухода, считают, что это не нужно, или думают о том, что тоник для того, чтобы там остатки грязи снять, ничего подобного. Да, там остатки грязи он снимает, освежает, тонизирует, это всё хорошо. Но основная задача – это выровнять PH кожи. Это кислотно-щелочной баланс кожи, который мы знаем из рекламы, наверное, 5,5, но это в среднем, он чуть-чуть туда-сюда может. Когда мы умываем лицо водой, и даже гелем, то этот PH смещается, его нужно вернуть в норму. Если не возвращать, и будет там выше или ниже, это мы переводим кожу в кислотную, либо щелочную среду. И из-за этого могут возникать… мы нарушаем барьер кожи, и она не может защищаться от внешней среды, нормально, как она должна. И могут быть, опять же, высыпания, шелушения, сухость кожи, дерматиты. Очень много проблем с кожей, только потому, что мы не используем тоник. Обязательно ли проблемной коже делает чистку лица? Или можно не трогать? Ну, смотря в чём там проблема. Если это тот же Демодекс, то, конечно, нужно пойти к дерматологу и лечить лицо. То есть там чистка просто… ну, она и бесполезна, и может там ещё что-то спровоцировать. Вот. Если там какие-то подсыпания, ну, обычно это до 20 элементов на лице, ну да, но там одна чистка тоже, это мало, я же говорю. Чистка – да. Домашний уход – правильный – да. Пилинги иногда, нужный курс пилингов. Ну, и также выявить причину, в чём там проблема, тоже обязательно, потому что если там проблемы с питанием, желудочно-кишечным трактом, по гинекологии мы не решили, то чистка, можно делать чистки, но будет высыпать всё равно дальше. То есть это комплексный подход. Вопрос такой дегтярной мыла. Дегтярное мыло. Многие рекомендуют умываться этим мылом, чтобы ничего не обсыпало, не высыпало. Некоторые даже рекомендуют мыло 72% хозяйственное, ну, то есть лицо умывается. Ну, нет. Девочки, нет, не пишите в комментариях, а то есть, пожалуйста. Я просто знаю, что давить себя и умываться мылом – это две такие проблемы, которые вот как-то вот, они очень распространены среди населения. Не надо. Вы, когда умываетесь мылом, вы опять же, вот PH сдвигаете в щелочную среду. Вы пересушиваете кожу, она обезвоживается, она шелушится. Более того, если вы мылом пытаетесь убрать крыщи, я вам скажу так, когда кожа пересушена, она реагирует на это так, что, о, что-то как бы не так происходит, буду я вырабатывать сало ещё больше, чтобы защищаться. И высыпать будет ещё больше от вашего мыла. Локально вы вроде как, кажется, его полечили, через какое-то время вас высыпят ещё больше. Не надо. Так, Катя, большое спасибо за ответы. Думаю, были полезны девочкам. Девчонки, если есть какие-то, кстати, вопросы, пишите ещё в комментариях под этим видео. Постараемся ответить. Так, девчонки, мне очень понравилось и Кате. Катя, огромное спасибо. Я хотела спросить ещё. Мне, кстати, вот вам сказать точнее. Мне нельзя краситься несколько дней, да? Краситься. Да, три дня не красить лицо декоративной косметикой. Три дня не ходить в солярии, бане, сауны, бассейны. Не трогать лицо руками. Сегодня уже не умываться. Поменять наводочку на подушке и протирать одноразовыми салфетками. А, и сбрызгивать телефон. Сбрызгнуть антисептиком, чтобы... Не прикасав. Это не только после процедуры, это всегда, девчонки, учитывайте. Вот. Мне очень понравилось, масочки очень приятные. Сейчас, конечно, лицо такое покраснение есть, но потому что работали над лицом. Завтра уже должно всё пройти. Завтра, кстати, я еду в город, завтра, конечно же, сниму, вы видите меня как после. Но я чувствую лёгкость, и знаете, как будто вот, ну, очистилась. Вот кожа очистилась. Потому что, когда ты сама себе чистишь, ты, во-первых, так не видишь и не так очистишь. У тебя нет этих, то, что ты сначала мазала, да, чтобы раскрыть поры. А я знаю, что многие из вас, перед всеми, даже когда давить прыщики, вы не раскрываете поры, не парите лицо, да. Вот именно распарить некоторые там от кастрюльки. Девочки, не делайте так. Такая стоимость чистки 500 гривен стоит. И потом я уже, когда у меня всё заживёт, я хочу Кате прийти ещё на пилинг, ну, от этих вот пятен, которые у меня опасаются. То есть там шрамики, да, какие-то. Они слишком такие строгие шрамики. Их тоже можно пилингом убрать. Я так понимаю, да, если вот отшлифовать немножко. Я слышала о таком. Ага, если убирать шрамы, то это уже срединные пилинги, которые вот хорошо отшелушивают кожу. Это лучше несколько этапов. То есть сначала более light пилинги, да, лёгкие, а потом уже... Да, подготовка. Должна быть подготовка, потому что срединный пилинг сразу сделать нельзя. Это опасно для кожи. Делается там два или три поверхностных, и потом срединные. Спасибо огромное, Катя. Мне очень понравилось. Расположила вообще к себе очень хорошо. Никакого напряга не было. Мне очень понравилось с тобой общаться. Спасибо. Мы даже уже на «ты» перешли, как видите. Рекомендую Катю. Ссылочку на её страничку оставляю в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok